Мы уезжаем в Якопилс, а Якопилс это город, он расположен на обоих берегах реки Даугава, вот, от реки 135 километров до 62 года прошлого века, это было два самостоятельных города, то есть на той стороне через речку был Якопилс, с этой стороны Круспилс, вот. Якопилс назывался когда-то давным-давно Якобштад, а Круспилс Крейтсбург, вот, и Якопилс был основан где-то не в середине, в 30-х годах 13 века, а городом он стал статус, города приобрел в 1670 году, вот с правой стороны, значит, будет Круспилс, а Якопилс через речку, там мост хороший, но продолжение Круспилса еще и здесь, вот железнодорожная станция, Круспилс будет с левой стороны, и завод там, по-моему, сахарный, да, ты говорила, сахарный, частный сектор там в основном, вот так вот, а вот, кстати, существует предположение, что именно в Якопштадте родилась Марта Сковородская, впоследствии, которая первая русская императрица, Екатерина первая, вот, А в 62-м году, в прошлом веке, какое старое здание, запущение, в 62-м году, после постройки моста через Даугаву, Якопилс и Круспилс были объединены в один город, так что сейчас впереди будет ротационное кольцо, мы поедем налево, а направо надо въезжать, если... Кстати, у меня тоже есть ролик в плейлистах и про Екатерина первая, и в Круспилсе мы были, там руины замка, ой, какой фонтанчик, вот здесь до центра 2 километра, А мы повернем в сторону Даугаву, Якопилса, вот такой фонтанчик Впереди будет там храм, вот я его сниму еще и потом до Даугаву, Якопилса Город остается справа, здесь частный сектор Есть, наверное, хорошее кафе, потому что длиннобой все время здесь собегут Значит, вкусно кормят, раз останавливаются здесь Все зависит от кухни И вот мы едем, вот этот храм православный Раньше, помнишь, мы объезжали его, да, была дорога Сейчас здесь красивый храм Но сейчас не видно будет, наверное, вот так вот, из красного кирпича Мы едем на Даугавпилс, а вот налево дорога, это на Резекне, на границу и в Россию А параллельно идет, если видите, рельсы, это железная дорога Рига-Динобург, Рига-Даугавпилс Вот, ну все, теперь мы до Даугавпилса Но остановимся, наверное, еще в Ливанах Ливаны Тоже знаменитый, знаменитый городок Вот, теперь мы опять-таки параллельно Даугаве Сейчас это идет на Даугавпилс И с правой стороны Вот те сосны, это уже на том берегу Может, отсюда видно будет речку, я не знаю Посмотреть Такая дорога Какие разные оттенки зеленого До темно-изумрудного Сосны Березки нежнейший Нежный цвет салатовый Поля изумрудные Спаханные земли Но малолюдно Вот еще одно гнездо И вверху видна голова аиста Высиживают яйца А вот в этом гнезде уже аист виден Вот он Мы будем въезжать в город Ливаны Видите, фонарики стоят Вот внизу забор ограждения Это дорожка, тротуар Для людей Чтоб не ходили по трассе И вечером освещается Вот оно Ливаны А Ливаны Это городок Вот он на правом берегу Даугава Даугава с правой стороны течет При впадении речки в эту Даугаву Дубна Дубна протекает по Ливанам Вот До 1917 года Город именовался Ливенгов А вообще поселение с 11 века Было поселение торговцев и мастеров Начало города Статус города Ливаны С середины Нет, не середины С 30-х годов 16 века Вот Тут местный немецкий землевладелец был Ливен И он основал поместье Окно открыл или закрыл? Шторку А, шторку Основал поместье и назвал его в честь себя Вот Но самое главное достопримечательность здесь Знаменитый Ливанский стекольный завод У меня до сих пор есть ваза ливанского стекла Истоки завода восходят к мастерской немецкого торговца Фогиса Но здесь пока частный сектор Который основал в 1887 году А после восстановления независимости Латвии В начале прошлого века Где-то в 19-м, по-моему, году Завод закрылся А нет После восстановления уже в 90-х годах Прошлого века Завод закрылся Остался заводской музей стекла Вот Также там был еще биохимический завод И тоже в 90-х ликвидировали В общем, такие дела А, да Вот Это был экспериментальный домостроительный комбинат Они выпускали сборные домики экспериментальные Со всеми удобствами заводского изготовления Такие коттеджики Которые могли собираться на готовом фундаменте за 16 часов Так И тоже завод закрылся после 90-х Вот А сейчас вроде бы кондитерская фабрика действует Адокс Помнишь? Да Сейчас будет мост Через речку проедем Вот здесь, наверное, школа Так Вот она, Дубна Вот она с левой стороны И вот она с правой стороны Вот такая речка Заросшая Вот Мы отсюда, после Ливаны Будем поворачивать на Прейли А там уже у нас будет остановка Первая остановка Магазина Максима Вот такой провинциальный городок Видите, налево Прейли Мы повернем А если на Далгу и в Пелстон Надо прямо ехать Но так как нам нужно еще в Прейли И еще куда мы поедем после Прейли? В Краслово В Краслово, да Кстати, мимо Агланы О, какое старинное здание Красного Кирпича Обожаю Это постройки начала прошлого века Ну По этой улице И поедем В сторону Прейли Приятный городок И спокойный И вот еще старые дома Железная дорога Станция здесь Дорога идет на Дагов Пилс Стоп Знак стоп На станции полувагоны стоят Смотрю, цистерны тоже Вот памятник Воинам Сейчас вошло В моду Снимать Рушить памятники А здесь стоят Здесь хранят память Молодцы Историю нельзя переписывать Ну что ж Едем в Прейли Здесь на хуторе Коровы пасутся Даже не хутор А просто Вместо пастух сидел Наверное, коровы Этого хозяйства Этого хутора Вот такие Ливанские домики Сзади стояли Эта речка Дубна Протекает Ай, смельги Вот он Красавчик Вот как петляет Эта Дубна И вот здесь она Снова появляется У нас Вновь через нее Мы проезжаем Лошадка пасется Коровы пасутся Такая ферма Своя У людей А здесь Фейманка Вот такая речушка Просто ручей Но имеет свое Название Речушка Мы проезжаем Населенный пункт Личи Как цветут Буйно Это вечно Похоже А впереди Будет Город Прейли Там у нас Будет остановка Въехали В Прейли Вообще Первый Это Краевой город А первое упоминание В 1250 году Статус города Получил В 1028 году Вот А в 1938 году Президент Латвии В то время Карли Солманис Утвердил герб Города Прейли В котором На золотом фоне Изображен Повернувшийся влево Черный ворон Символизирующий Мудрость Отвагу И силу Такой провинциальный Городок Прейли Так Здесь Частный Частный сектор А впереди Центр Вот А я по-моему Мы здесь тоже Бывали с тобой Красный кирпич Ремонтируется Реставрируется Вот там Храм Такой центр Такая звонница И такой храм Прекрасно Красиво Из красного кирпича Тихий городок Здесь пожарное депо В эту максимуму едем, да? Да Ага Сейчас мы будем здесь Выгружать оборудование Для максимума Стадион Видимо игра какая-то Раз смотри На трибунах Много людей Детки 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 Конфетки Да Школьники Я думаю Ну да Выезжаем Из Прейли Едем мимо Агланы Куда мы едем? В Краснову В Краснову Из Агланы Из Агланы В Краснову Вот так Ты не по-латышски говори Агланы А говори по-русски Агланы Нет, как говорят эти Агланы Латгальцы? Латгальцы, да Краснова 58 километров отсюда Все рушится, да В запустении Да Депрессивный район Говорят у нас Латгалья Очень мало народу Осталось Поля запущенные Единственные Кто-то Кто смог В 90-е годы Устоятельно Выкупить совхозное Хозяйство Технику Все держат Свои Хозяйства На уровне В основном лес Продавали за счет этого Кто В 90-е годы Да Все продавали лес Потому что все тут Частные земли Частные леса Участки Да Кто-то продавал Поднимался Луна Не успела Ну ладно Молодежь Вся разъехалась Старикам Тяжело К ним Зерна Здесь пруды Часто Рукотворные пруды Делают Сами Хозяева Хуторов Смотри Какая леса Законтовка Да С руколесу Напилили Почти У каждого футера Свой прудик Проехали поворот На Айсколоне Там музей Райница Райня музей Рушу Наспагац Да Один Мой подписчик С ником Работа руками Из Латгалии Его зовут Игорь Тоже создают Свой прудик Удачи ему Это уже Агланский край Вот Крест Памятный крест Агланский край Да Дорога на дорогу Вплс направо Но нам надо В Краслово Поэтому мы поедем Через Агланский край 8 километров До Агланы А до Красловой 41 километр Вот такие здесь Дороги Здесь уже дороги До местного значения Видим через Аглану Аглана Это крупное село Вообще Краевое село От Даугавпилса 40 километров И Там озеро Циришс На берегу озера Это село Вообще Это регион Надгальский Аглана Основана В 1775 году А первое упоминание Тоже В 13 веке Во второй половине Где-то В 63 году 1263 А вообще Всемирно Известно Католической церковью Вознесение Богоматери Которая была построена В 70-е 90-е годы 18-го века Вот А в прошлом веке В 80-м году В связи с 200-летием Агланской церкви Папа Иоанн Павел Второй Присвоил Этому храму Статус Малой Базилики Вот И через Сколько 13 лет 13, наверное Лет Этот папа Иоанн Павел II Посетил Аглану И отслужил Мессу В которой Участвовало Аж 380 тысяч Паломников Вот И в каждый год Ежегодно 15 августа В день Вознесения Богоматери Сюда Прибывает Больше 150 тысяч Паломников Я была Помоложе Я тоже Хотела Как-то Присоединиться Пусть это Католическая Церковь Но Само Паломничество Это подвиг Такой Душевный Духовный Но Теперь уже На 8-м Десятке Я конечно Не пойду Пешком Вот Ну Также там Имеются Такие Какие Достопримечательности Во-первых Гимназия Бывшая Гимназия Католическая Но там Теперь средняя школа Да Музей хлеба Очень интересный Ну Который уже В этом веке Был Как говорится Создан И Еще Частный музей Имеется Второй мировой войне Очень много Легенд В этом крае Во-первых Про дороги Как черт Показал Эти дороги Поэтому Здесь такие дороги Холмистая Местность Озера Здесь кругом Озерный край Какое озеро Большое Справа Да Ну здесь За деревьями Не видно Мы Мимо будем Проехать И увидим Ох как Качает нас На этих Холмиках В общем Хочу рассказать Пока не Проезжаем Агландскую церковь Храм Пазилику Чтобы Там В тишине Снимать Короче Еще Такие Легенды Имеются Легенда О могиле Короля Миндовга Это Король Литвы В Аглане После его Смерти И еще Легенда О хранимом Оригинале Иконы Агланской Богоматери Вот это Может отсюда Видно будет Чуть-чуть Нет Тоже Деревья Мешают Это Озеро Ну Хорошо Так Вот 13 Века Кстати Икона И что Пребывает В алтаре Агланской Базилики Вот Ну И так же Святой Источник Вот за Базиликой Находится Вот Отсюда Чуть-чуть Видно Большое Озеро Самая Большая По-моему Резенс Нет Не помню Я Вот И Аглана Началась Поселок Большой Поселок Гнездо Не гида Отсюда Есть там Кто-то Или нет Вот здесь Частный Музей О котором Я упоминала Второй Мировой Войны Здесь Частые Дома Печки Топят Конечно Прохладно Утром Было Около Нуля Здесь Дров Много Дров Много Да Просто Так Тоже Не Да Везде Прудики Возле Хоторов Возле Домов Частные Пруды Да Везде Сделаны Дорожки Тротуары Освещаемые Видишь Кругом Снолбы С фонарями По поселочку Едем Вот Магазинчик Партика Церинь Напитки Там имеются Вышка А вот До Краслова Отсюда 32 километра Да Автостанция И вот Еще озеро Смотрите Какое Огромное До 35 километра С левой стороны На холме Кладбище И вот Она За кладбищем Сразу Базилика Какое чудо Красота И там Сзади Озеро И за базиликой Есть источник Святой воды И вся Вот эта площадь Заполняется Паломниками В августе В августе В августе Не сфотографировать Никак Таркуешься? Ой, спасибо огромное Сейчас Юра Остановился Специально Для того Чтоб я здесь Сняла У него График Ему нужно Точно По графику Ехать От пункта До пункта Вот там За территорией Базилики У озера Сейчас я Пройду Внутрь Двора Вот такая Территория Огорожена Там За территорией Белые кресты Там Кладбище Такая Беседка И вот такое Здание Базилики На столько Сотнями тысяч Вместить Паломников Конечно Здесь Территория Для этого Соответствует Хорошо То здесь Как Сердце Радуется Продолжение следует